Тишина в зале и полное сосредоточение. 70 водителей из разных городов Краснодарского края сдают тест на знание правил дорожного движения. Это первый этап соревнования, после которого можно получить допуск на практическую часть и выйти на гоночную трассу. Три, два, один, старт! Покататься на трассе, где проходят королевские гонки – мечта многих автомобилистов. Правда, подрифтовать и превысить скорость больше 50 км в час никому не удалось, задания слишком маневренные. Первыми на трассу автодрома вышли Мазы и Хюндай. В прошлом году сочинец Мхитар Малхосян чуть не вырвал победу. Одна ошибка на змейке и водителем года он не стал. Хотя преимущества у сочинцев в такой манере езды есть. Мы уже привыкли к сочинцам, у нас симпантины какие-то. Нормально ездить, все хорошо. Какое самое страшное для вас задание? Какое считаете? Правила сдавать, дорожное движение. Ну, сдали? Я думаю, да. Но, как оказалось на деле, тесты по ПДД не самое страшное. Я даже на таком автобусе не работаю. Я работаю на ПАЗ-32054. Времени на знакомство с управлением Мазы, с автоматической коробкой передач у Дмитрия Бирюкова, как, впрочем, и других участников соревнования, не было. Разобрался, где педали, где кнопка открывания дверей и вперед на выполнение задания. Без эмоций тут никак. Ё-моё! Мастерство и профессионализм вождения водители среднего класса автобусов показывают во время эстафеты. Их задача в максимально короткие сроки пройти 4 остановочных пункта. При этом качество езды должно быть комфортным. Пройти на скорости препятствия на таких многотонных машинах, и тем более далеко не новых, очень сложно. Аварий во время соревнования не случилось, но одно лобовое стекло и зеркало бокового вида разбились. Это и мотивация того, чтобы наши водители ездили безаварийно, чтобы они уделяли больше внимания транспортной безопасности, качеству обслуживания, комфортности. И, соответственно, вот здесь, сегодня, на этой площадке, не только проходит соревнование, сегодня ещё и показаны новые модели автобуса. Как отметили представители дорожно-транспортного хозяйства «Край», обновление подвижного состава периодически проходит во всех автопарках. Но главное, что за последние два года изменилось поведение водителей. Они стали вежливыми и аккуратными. Эти характеристики сегодня были показаны на одном из конкурсов. Новшество этого конкурса в этом году – это новый класс, это автобусы большой вместимости, так называемые автобусы междугородние. Будет конкурс с багажом, то есть надо будет правильно погрузить багаж, правильно его отдать. В этом отношении нужна внимательность водителя, чтобы он отдал тот чемодан, ту коробку, которая принадлежит тому или иному собственнику. За ходом соревнований наблюдали зрители и профессиональное жюри, сотрудники Сочи-автодрома. Победителям достались цены, призы и кубки, которые вновь разыграют в следующем году. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.